Так, что здесь? Ну, такая речь зашла немножко об ошибках. Вот здесь, видим, это мицелий шампиньон. Явно понимаем, что здесь в пробирке присутствуют какие-то две субстанции. То есть видно вверху какой-то белый мицелий, вот шампиньона в этом случае, но вокруг него вот такая мокнущая, скорее всего, что это какой-то дрожжевой бактериоз. Развивается он очень быстро и проявляется вот такими мокрыми пятнами. Ну, если сильно задаться целью его очищать, я вот так навскидку какие-то делал эксперименты, обычно это заканчивается все равно продолжением этого бактериоза. Можно пробовать его выбивать какими-то этибиотиками, там, еще какими-то. Вот, но обычно из этого все равно ничего хорошего не получается. И такая пробирка, она явно, явно, значит, бракованная. Ну, у начинающих тут технологов у меня, у них появляется желание, а что если взять саму культуру, гриба зацепить петлей, попробовать пересадить, обычно вот это дрожжевое заражение, оно проносится и в дальнейшем. Так, что еще интересно показать? Здесь, к сожалению, вот была тоже культура шампиньона, но случилось такое, видите, вот штатив более удобно размещать пробирки. Где-то в банку, когда ставилась эта пробирка, ударилась дном и получилась в ней дырка. Ну, пока оставил я ее вот так на инкубацию, ради интереса, сделаю несколько пассажей все-таки на агар, посмотреть, что из этого всего получится. Ну, и сейчас, секундочку, я, может быть, сейчас возьму, тоже есть у меня интересные примеры таких экспериментов с шампиньоном, сейчас я их покажу. Вот, сами пробирки. Вот мы посмотрим, ну, камера, как обычно, надолго берет фокус, именно то, что хочется показать на приближении. Ну, видно, здесь вот одни-единичная колония, здесь довольно-таки хорошее разрастание, и вот здесь можно немножко поразмышлять вот над тем, что происходит в пробирке. Скорее всего, что здесь получилось более такое массированное, ну, как назовем, инфицирование все-таки стерильного агара культурой шампиньона. И вот ниже видим такие точечные колонии, которые разрастаются, имеют белый цвет, скорее всего, что это что-то культурное, явно оно не имеет признаков какой-то инфекции, но их много, и они такие единичные, растут довольно округлыми такими формами, скорее всего, что сам эксперимент заключался в том, что это брались частички живого мицелия из субстрата, и сюда засевались. Очень долго они приживались на агаровой среде, и приходилось, вот тут немножко жидкости есть внутри, приходилось их просто увлажнять, потому что они показывали, что они начинают сохнуть, и вот увлажнять той жидкостью, конденсатом, которая есть в самой пробирке. И произошло вот это явление распространения вот этих колоний, скорее всего, что у меня есть подозрение, что это споры, которые попали непосредственно из шампиньонов, они были на частичке вот этого мицелия, который был сюда внесен, и при промывании вот эти споры были смыты от этой частички, они разнеслись, и даже по характеру самого роста, нужно сказать, что вот эти колонии появились где-то недели через две. Очень напоминает то явление, когда начинают произрастать споры. Они очень долго, у них идет такой период спячки сначала, потом идут какие-то процессы деления, ну и потом колонии видим вот такое. У меня есть мнение, что это колонии, которые выросли из спора. Не совсем это удачный вариант выращивать споры, я всегда говорю, что это, значит, генетически неизученный, то есть такой, может быть, измененный сам мицелий, то есть он может нести какие-то как положительные, так и какие-то свои отрицательные свойства. То есть я обычно не люблю с такими культурами работать, ну и не советую, потому что можно долго провозиться, потом окажется какой-то, ну, результат может быть вообще парадоксальным. Когда-то у меня там есть такой специальный блок, все время нету, показать с опытом. Если вы долго работаете с микробиологией, то рано или поздно вы столкнетесь со всем, со всеми случаями такими даже, что у вас, несмотря на ваш опыт, все равно нету возможности интерпретировать, что вырастает и почему вот это. Ну, скажем так, если вы ожидали одни грибы, а почему-то вырастают совсем другие, когда мицелий по внешнему виду что-то напоминает то, что вы делали раньше, но вырастает что-то совсем другое. Ну и вот здесь тоже такая интересная та же история. Попали меленькие какие-то колонии, начинают произрастать. Видим, мицелий очень долго, долго, он, значит, как бы сказать, пробует другую агаровую среду, соответственно, ему нужно разработать какие-то свои ферменты для питания на этой агаровой среде. И он очень долго пробует сначала эту агаровую среду, готовится к ее усвоению, но, как видим, ну, возьми в этот фокус. И, как видим, здесь довольно-таки, вот не хочет никак, довольно-таки, хотелось бы все-таки сфокусировать на самой колонии, чтобы было видно, как вот растет вот этот пух, довольно-таки массировано. По внешнему виду он абсолютно отличается, вот если посмотрим, вроде там белая вата и там белая вата. Ну, посмотрите, вот как растет, к примеру, вот P80, к примеру, вот как растет K17, довольно-таки, видите, вот такие вот тяжистое, не видите, потому что камера не хочет сфокусировать. Вот здесь такая тяжистое, тяжистое имеется в виду, что рост мицелия напоминает, как рисунок мороза на стекле. Ну, сейчас время такое, что вот первая ассоциация, которая приходит в голову, вот, за окном там снег, вот, и такие вот рисунки напоминают очень рисунки мороза на стекле. Вот это такая тяжистость. Это хороший положительный фактор, который говорит о высокой активности вот такого мицелия. Но, как видим, по, довольно-таки он растет такими длинными гифами, такой вот, как вата, поэгромный. Здесь же видим, что колония довольно-таки мелкая, она пускает тоже свой пушок, но вот это все является признаками, что рост отличительный от того, как мы наблюдаем, например, вешенку устричную. Штаммы по 80 или там К-17, то, что я вот сейчас собираюсь подготовить к весеннему сезону. Ну, и вот такие культурки. Интересно все это наблюдать. Вот такой она сделала какой-то, такой, какой-то, как это сказать, чубчик сверху, такой хохолок сверху вырос. Ну, тоже так интересно. Сейчас ее уже, не нужно ее подмачивать. Пусть мицелий там сам себе разбирается, что ему делать в этой пробивке. Пробивки. Пробивки. Белтик. Так. Пусть.